Добрый день! 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 серфила интернет для себя, и вот уже два года практически я веду его для всех. То есть ты просто сначала смотришь объявления в интернете, афиши в интернете, а потом выкладываешь об этом информацию? Ну это только звучит на самом деле просто, потому что это большая работа для того, чтобы подобрать действительно стоящие мероприятия. Я же публикую не все подряд, а только те мероприятия, где мы могли бы с тобой, например, увидеться. То есть это не все вообще, что проходит у нас в городе. У меня очень строгий отбор на те события, которые попадают ко мне в афишу. И на любом из этих мероприятий мы могли бы увидеться на самом деле. То есть вот то, что я публикую, я сама сходила бы с удовольствием. Так как изначально это и было, базы, на которые построился мой блог, я этому правилу не изменяю. Там каких-то случайных просто не может быть вещей. То есть ты как раз тот самый пример или тот самый человек, который говорит, нет, в Барнауле очень много мероприятий. Сто процентов, да. И это, кстати, один из самых популярных вопросов. Ну, даже не вопросов, а, наверное, восклицаний, которые я получаю от своих подписчиков, что у нас реально в Барнауле столько всего происходит. Потому что когда ты не находишься вот в этом пространстве, ну, ты где-то что-то слышал, там, театры, музеи, выставки, как-то новостные каналы, да, в основном об этом говорят, что у нас открылась выставка или прошла. А вот людей, которые реально ходят на мероприятия, не связанные вот только с этим, их практически нет в сети. Ну, мало кто об этом рассказывает. Поэтому мой блог, то есть я увидела, рассказала, сходила, выложила отчет. Это прям полный цикл. Люди даже, которые сами не успевают сходить, они с удовольствием смотрят отчеты, и у них появляется ощущение, что они там тоже побывали. И потом на работе за чашечкой чая с друзьями они рассказывают об этом событии, о каком-нибудь там забеге орловского рысака, например, кубки, да, за чашечкой чая друзьям рассказывают, как будто они сами там были. Так получается, блогерство для тебя это профессия? Нет, это точно не профессия, это хобби. Я только в свободное время этим занимаюсь. У меня есть основная работа, которая приносит мне доход, а блог – это точно не коммерческая история. У меня нет рекламы в блоге, и это не просто так. Это сознательный. Поэтому организаторы мероприятия, наверное, в тебе особенно благодарны за то, что ты делаешь такое. Для них я точно нужный человек в сети, потому что я беру на анонс мероприятия, которые мне нравятся, здесь все честно. То есть мне никто не платит за то, чтобы я рассказала о чем-то. Мне показалось интересным, я разместила. То есть получается, нормально дело и нормально будет. Если у тебя действительно интересное и стоящее мероприятие, то о нем узнают многие. В Ранауле есть какие-то места любимые, может быть, улицы или заведения? Да, я обожаю старый город, и вот всю эту часть, начиная от речного вокзала и нашей новой блестящей нашей набережной, которой так гордится город. Я люблю и там погулять, и территорию Старого базара, Молотобольской. Прям с огромным удовольствием. Причем я рекомендую ходить не только по главным магистралям, но и сворачивать на маленькие улицы. Там можно иногда такие шедевры найти, как природные, так и архитектурные. Я смотрю твой блог, регулярно просматриваю историю, у тебя там путешествия за город, и ты даже это называешь путешествием, и это интересно. Скажи, а вот в таких путешествиях ты встречаешь, в мини-путешествиях, да, ты встречаешь своих подписчиков, как они реагируют? Я однажды встретила подписчицу, которая работала продавцом в палатке по продаже меда или каких-то трав на, в общем, по дороге на остров Патмос в Чемале. И это было так, то есть мы приехали к компании, просто шли в потоке туристов к острову, и знакомый из нашей компании говорит, о, тебя узнали, потому что он услышал, как девушка сказала, смотри, смотри, это фиолетовый паук, я на нее подписана. Кстати говоря, о твоем никнейме, да, в инстаграме это никнейм, потому что называется, расскажи фиолетовый паук, почему именно так? Ну давай честно, как быстро ты запомнишь, как меня зовут? Вот я тебе сказала при первой встрече, что меня зовут Акишева Яна. Через сколько ты забудешь эту информацию? Ну, с учетом того, что приходится регулярно общаться с разными людьми, да? Ну, в общем, не у всех такая хорошая память, как у журналистов, и, как правило, имя, фамилия, они стираются практически мгновенно. Но если я тебе скажу, что меня зовут фиолетовый паук, скорее всего, что какое-то цветное насекомое ты запомнишь. Нет, ну почему, например, не фиолетовый, а стрекоза? На самом деле все просто, я много раз эту историю рассказывала и в блоге у себя, и я вообще максимально просто это можно объяснить. Я поклонник сериала «Игра престолов», и там был такой персонаж, который подчинялся королевской короне, и он был ответственен за то, чтобы знать все, что происходит в городе. Ну, он заведовал слухами и, в общем, всякими такими неприятными вещами, ему доносили, что происходит в городе. А у меня позитивный персонаж, то есть тоже паук, но он фиолетовый, он такой добрый, и он знает, что хорошего происходит в городе. Я плету такую паутину из событий, я знаю все, что где происходит, поэтому паук, но он не носит такого окраса, как вот у моего героя. И надо же, как из фильма, перекочевал, да, в жизнь герой. Расскажи, сколько у тебя подписчиков? Чуть больше пяти тысяч, ну пусть будет чуть больше пяти с половиной тысяч. Ну, для Барнаула это много? Не совсем так. Для Барнаула это немного. Для культурной части Барнаула это много или нет? Ну, то есть для культурной части города это достаточно, потому что если мы говорим про общее население, да, давай сразу выкинем тех, кто, ну, то есть есть общее количество жителей города, есть те, кто не посещают, в принципе, такие мероприятия, да, им это неинтересно, есть те, кто по каким-то причинам не может ходить, ну, в силу здоровья, например, да, или в силу занятости, работы не позволяет. То есть вот и становится все меньше, 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 и из того актива культурного, который остается в городе, пять тысяч – это неплохая сумма. У меня только те люди, которые пришли ко мне именно по целевому запросу, то есть это не гивы, это не какие-то там конкурсы, то есть это те, кто по любви подписались и остались. А молодежи много? Да, достаточно много. У меня, если смотреть срез от 18 до 65+, самая большая часть – это как раз 24-35, вот такая прослойка. То есть основная аудитория – это молодежь. Вообще, как они реагируют на, скажем, на твой блог и на культурную тему? Отклики, кстати, получаешь, наверное? Да, очень много благодарностей, всегда очень много каких-то восклицаний и положительного, в общем, какого-то такого, положительной отдачи именно от тех людей, кто никогда не был или был подвержен стереотипам долгое время. И когда они приходят, например, на экскурсию, я собираю своих подписчиков на экскурсии, мы ходим, например, в музеи или в какие-то интересные места. И я настаиваю на том, что в музеи ходить нужно с гидом. Я настаиваю на том, что если есть возможность получить экскурсионное обслуживание, нужно идти с гидом. И после таких экскурсий, когда с тобой поговорил музей, когда ты не просто прошел и посмотрел, это вообще другая история. То есть ты выходишь и как родное все. А вот ни для кого, наверное, не секрет, что для современных школьников блогеры – это вот первые друзья. Даже не столько классики, да, тоже литература становится читабельными, как эти блогеры. Почему? Ну, потому что мы правду говорим. Потому что нет цензуры и нет какого-то ощущения, что тебя обманывают, что что-то скрывают. У меня ведь тоже бывает так, что я прихожу на мероприятие, которое было анонсировано как-то очень интересно, а там скучно. И я говорю, что там скучно. Тут нет какой-то цели обмануть, есть цель показать, где действительно интересно. Ну, быть блогером самому, да, и учить этому других людей – это вообще каково? И учишь ли ты? Я скажу так. У меня постоянно есть какие-то вопросы от моих подписчиков, как сделать что-то. То есть они видят, что я монтирую видео, я монтирую свои отчеты с мероприятий, я обрабатываю фотографии. И многие спрашивают, а как ты это сделала? Какой-то интересный переход или там какой-то эффект? И, конечно, мне приходится, непроизвольно мне приходится обучать. Но и так как моя основная работа, она связана с работой в Инстаграме, то есть мой основной вид деятельности – это как раз вести другим Инстаграмы. Я зарабатываю этим. То есть я маркетолог, который ведет чужие Инстаграмы. И получается, что мой блог – это мой кейс, это пример того, какой я специалист. Я смогу вести вот так свой блог личный, значит, я могу вести и коммерческий тоже, да, не хуже, так скажем. Поэтому, конечно, у меня спрашивают, я стараюсь делиться условно какими-то лайфхаками в сторис, да, и стараться делать продукты побольше, периодически провожу прямые эфиры, чтобы рассказать. Но для того, чтобы научиться реально вести блог, обрабатывать фотографии, да хоть что возьми, вот элементарно, даже простую обработку фотографий, этому нужно учиться, как и всему остальному. Нет такого, что ты скачал одно приложение, и ты стал мастером. А где набраться вот этой решительности, смелости, вот всё, я веду блог и буду вести его каждый день? Наверное, сначала нужно ответить на вопрос, зачем тебе это? Это в любом деле, да, если ты начинаешь учить английский, если ты не знаешь зачем, то ты скоро забросишь, у тебя нет мотивации. Так и здесь, если ты решил вести блог, ответь себе честно на вопрос, зачем тебе это, для какой цели. Для чего тебе это? Зачем? Для меня была задача собрать вокруг себя сообщество приятных людей, культурных, которые с такими же интересами, как и я, которые не топят за то, что нужно уезжать из Барнаула, тут нечего делать, а которые поддерживают мысль о том, что здесь есть, что посмотреть и куда сходить. И мне удалось собрать такое комьюнити, такое сообщество, и эти люди сейчас, они уже, глядя на меня своим примером, ходят куда-то и у себя в Инстаграме, у себя в социальных сетях рассказывают, как у нас классно и куда можно сходить. А как все-таки не стесняться, потому что выкладывать себя в сторис достаточно тоже такое? Я думаю, что это дело привычки. То есть нельзя сразу перестать стесняться, нет вот такого тумблера, который выключил и перестал стесняться. Это дело практики, то есть мы достаем телефон, устанавливаем его, пишем сценарий того, что мы хотим сказать. Мне кажется, залог успеха — это когда ты точно знаешь, что ты хочешь сказать. Поэтому мы пишем сценарий или формулируем какую-то мысль, которую мы хотим донести, включаем камеру и пытаемся за минуту уложить ее вот в что-то внятное. Привыкнуть к своему голосу — это самое сложное. Чаще всего мне говорят, что люди себе не нравятся, как они звучат. Как выглядит это второе, но как звучишь, ты не можешь переделать, а как выглядишь — можешь. Там есть и критики в ракурсах. Можно просто поставить телефон так, что ты будешь намного симпатичнее. Не надо мотивировать все-таки себя, но когда вот не хочется сегодня снимать сторисы, ты понимаешь? Да не надо себя мотивировать в этом случае. Блог не должен быть в тягость. Это моя политика. Наверное, блогеры коммерческие, которые каждый день работают за деньги, и независимо от того, хотят они или не хотят, у них пришел контракт рекламный, его нужно выложить, они должны себя мотивировать. И вот это и будет их мотивация. Мне заплатили, нужно выходить. Ильян, может быть, какой-то совет начинающим блогерам? Первый вопрос, на который нужно ответить — зачем тебе блог? Если ты точно знаешь, что он тебе нужен, начинай, смотри и пробуй. Само по себе ничего ниоткуда не возьмется. Надо просто начать сделать. Я знаю, что это тысячу раз банальный совет, но правда, так только и работает. Спасибо тебе большое за беседу. Напомню, сегодня мы говорили с барнаульским блогером Яной Акишевой. Хороших вам новостей. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok